Фокус одной рукой Эда Марло Используя лишь одну руку Итак, друзья, давайте смотреть Итак, друзья, привет Давайте посмотрим с вами фокус который называется Фокус одной рукой Эда Марло Для этого фокуса я возьму четырех королей А твоя задача убирать их в серединочку колоды Одна мы уберем сюда Запихаем Подснимем здесь Подснимем здесь Уберем королей Уберем королей Потому что короли наши сейчас надежно спрятаны где-то в середине колоды Но мне достаточно сделать Вольд шарлье И появляется первый король Сделати вольд шарлье номер 2 Появляется Второй король Сделати вольд шарлье номер 3 Появляется Третий король 斬 jeste вольд шарлье номер 4 Пуявляется Четвертый король И все это действие в основном я сделал одной рукой Вот такой вот прикольный фокус Старикашки Шулера Эдварда Марло Дорогой друг, если ты до сих пор не на моем корабле То я советую прямо сейчас подняться на мое судно И быть первым, кто увидит новые видео Для этого просто кликни по иконке с изображением кораблика И добро пожаловать на борт Ну что ж, друзья, мы теперь переходим к обучению этому фокусу Привет, друзья! На связи, значит, с вами Куликов Сергей И мы продолжаем наши разборы полетов Сегодня мы разбираем... Сейчас мы разбираем, значит, как выполнять фокус одной рукой Эдварда Марло Как мы помним, нам нужны 4 короля И нам нужны 2 маркерные карты Эти маркерные карты вот я использую Тузов Что я сделал, значит, я беру и использую такой вот шулерский приемщик Вот так вот прогибаю картишку здесь И прогибаю картишку здесь Да, хочу сразу сказать, если вам жалко портить карты То можете этот фокус даже не смотреть дальше Вот, если есть какая-то колода, которую не жалко молясь подогнуть То можете этот фокус взять в свой репертуар Итак, согнули мы карту, видим, что получается То есть она получается такая вот немножечко выгнутая Вот видите За счет этого выгиба мы и будем находить наших королей в колоде Берем вторую карту Делаем с ней то же самое Вот так вот прогибаю Кто молясь шулерством интересовался, наверное, знает, что такое маркерная карта Итак, значит, 2 маркерные карты у нас готовы Обе они у нас вот такие вот подогнутые Маленечко вот серединка вдавлена, края выпуклые Ну, выпуклые Одну маркерную карту я кладу вниз Другую маркерную карту я убираю в середину То есть, когда я держу колоду Я вижу, где у меня она То есть могу подснимать в любом месте Итак, внизу у меня Внизу у меня маркерная карта, в середине тоже маркерная карта Так, далее Кладем наверх 4 королей Начинаем фокус Значит, отсчитываем этих 4 королей Либо изначально берем их на брейк Далее подбрасываем И во время броска мы вот таким макаром их ударяем Как бы, чтобы они у нас перевернулись То есть, я подбросил их И вот так вот, бах Вот этой вот частью руки Подбрасываю и вот так вот ударяю, чтобы они ковыркнулись Хоп, перевернулись, да? Кладем на стол По одной отлистали на стол Далее что? Я кладу колоду Сюда Теперь моя задача То есть, зритель это не подснимает Подснимаю все время я Моя задача, используя маркерную карту Подснять в нужном месте То есть, я беру И вот так вот В нужном месте подснимаю На маркерной карте как раз То есть, она у меня внизу остается Подсняли Первого короля Убираете вы сами, к примеру, да? Накрываете его второй стопкой Но внизу у меня это маркерная карта номер два, да? То есть, я маркерной картой накрываю первого короля Вторая у меня внизу Можно разложить ленты Показать, что никаких здесь подвохов нет Убрали первого короля в середину Что происходит далее? Вы опять же берете и подснимаете на маркерной карте Подсняли Взяли второго короля Перевернули его Положили вниз лицом И Накрыли опять же Получается, вы его накрыли Опять маркерной картой, да? Вот он Что происходит далее? Мы берем Подснимаем опять На маркерной карте Подснимаем Кладем ее сюда сбоку Вторую половинку Далее Подснимаем первую половинку Убираем короля Сюда И опять же Маркерной картой его накрываем То же самое происходит здесь Я подснимаю половинку Короля Кладу на нее И опять же Маркерной картой накрываю Далее Я накрываю Эту стопку Второй Что у меня сейчас происходит? Сейчас у меня Вот так вот Здесь одна треть колоды Разделена маркерной картой Здесь одна треть колоды Разделена маркерной картой Далее Что мы делаем? Я беру Вот эту часть Подснимаю Это остается у меня лежать И далее Подснимаю эту часть Она у меня остается вот так лежать То есть Как это происходит? Я сначала беру Оставляю низ Потом Подснимаю опять на маркерной И оставляю серединку Далее Что надо сделать? Надо вот эту часть Третью Положить Вот сюда Наверх Получается У меня сейчас здесь два короля И потом Здесь У меня тоже два короля Здесь маркерная Здесь маркерная И этой маркерной картой Я этих двух королей накрываю То есть что у меня сейчас Получилось Внизу маркер Внизу И в середине маркер Здесь у меня два короля И здесь у меня два короля То есть все Подготовка к изъятию сделана Далее что я делаю? Я делаю воль шарлье на этом месте Захватываю верхнюю карту К себе вот так колоду нагибаю Верхнюю карту в этот момент захватываю То есть помните Может быть у меня есть такой урок Демонстрация верхней карты То есть просто когда мы берем И вот так вот верхнюю карту показываем То есть вам нужно сделать Как раз сейчас то же самое То есть взять эту верхнюю карту Захватить ее вот так вот Но ее надо взять Когда мы вот сделали Только сделали вольт И вот так вот руку загибаем на себя И делаем как раз вот этот вот Нужный нам захват И выбрасываем ее Типа появляется первый король Опять подснимаем На маркерной карте Опять загибаю короля На себя Я руку увожу в этот момент И выбрасываю его То есть раз Появляется второй король Опять же я делаю Вольт Шарлье на маркерной карте И появляется третий король То же самое я провожу С четвертой карты Делаю вольт Шарлье Делаю этот захват И выбрасываю четвертого короля И все это действие Выполняется одной рукой То есть в свой репертуарчик Можно этот фокус взять И сказать что вот Обычно все используется Используется две руки А этот фокус полностью Показывается Использую лишь одну руку Ну такой вот Прикольный фокус Эдварда Марло Друзья я надеюсь Что он вам понравился Потому что я стараюсь Подбирать именно хорошие фокусы Итак На связи был Куликов Сергей Он же Моряк Если ты до сих пор Не на моем судне То прямо сейчас Кликай по иконке С изображением корабля И добро пожаловать на порт Ну что ж До встречи в следующих видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал